В прошлом выпуске информационной программы «События» мы уже рассказывали о печальной статистике на дорогах Славянского района. Количество ДТП продолжает расти. Подробности недавней аварии на одной из главных улиц нашего города выясняли мои коллеги. Перекресток улиц Школьная и Ковтюха – один из самых аварийно-опасных перекрестков в нашем городе. Тому подтверждение недавнее дорожно-транспортное происшествие, которое произошло прямо на этом месте, за моей спиной. Среда. Время около 15 часов. Очередное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись четыре машины, ехавших в одном направлении. В результате каждая из них получила механические повреждения. К счастью, в этой аварии люди не пострадали. Водитель автомобиля «Шевроле Лачете», находясь в нетрезвом состоянии, в нарушении пункта 9.10 правил дорожного движения Российской Федерации, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем «Тойота». В результате удара автомобиль «Тойота» столкнулся с впереди идущим автомобилем «Рено», а тот, в свою очередь, столкнулся с впереди идущим автомобилем «ВАЗ-11183». Как мы уже говорили, этот год ознаменовался большим количеством дорожно-транспортных происшествий. По вине нетрезвых водителей было совершено 28 аварий. 9 человек погибли, 37 получили ранения. Это цифры, забывать о которых не стоит, особенно, когда садишься за руль автомобиля. Сегодня ситуация на дорогах Славинского района оставляет желать лучшего. Статистика аварийности неумолимо демонстрирует суровую реальность. Причина аварий на дорогах до банальности проста – несоблюдение элементарных правил дорожного движения. Сложившаяся ситуация на дорогах нашего района беспокоит страж дорожного порядка. В связи с этим по их инициативе в Славинске-на-Кубани проводится месячник по безопасности дорожного движения. С 28 октября по 26 ноября проходит он в трёх направлениях – ребёнок, главный пассажир, пешеход и гостранспорт. Будьте внимательны. Помните, один неверный шаг на дороге может стоить вам жизни. Надежда Калинина, Игорь Ванчугов, Александр Косицын. Программа «События».